Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о типах ПЦР-анализ. ПЦР-анализ – это анализ полимеральной цепной реакции. Суть его состоит в том, что в исследуемом материале Сначала очень сильно, во много тысяч раз, размножая ту ДНК – это внутренняя структура молекул живых организмов. И затем, после размножения, сравнивают с эталонами. Очень важно, что здесь смотрится не непосредственно антитело, как ответ его нетета, а сам возбудитель. Поэтому, любая жидкость, любой анализ, который берется на ПЦР, должен содержать сам возбудитель какой-либо инфекции, которую мы с вами сейчас ищем. Хотя ПЦР-анализ употребляется не только для определения инфекции, но все-таки большинство людей интересует именно выявление инфекции в данном случае. Соответственно, для ПЦР-анализа может использоваться любая жидкость человеческого организма, выделения и так далее, которые могут содержать этот возбудитель. Это может быть моча, сперма, секрет простаты, мазки различные, в том числе, не только из половых органов, изо рта, изо ануса. Это может быть кал для определения кишечных инфекций. Это может быть кровь для определения ВИЧа, гепатитов и так далее. То есть, любая жидкость, которая содержит возбудители, может использоваться для определения ПЦР-анализа. Что нужно знать о ПЦР-анализе вообще? Во-первых, то, что он более чувствительный, как правило, чем анализ на ацетива. Во-вторых, теоретически он может обнаружить даже единственного возбудителя проби. В-третьих, существует достаточно много таких научных понятий, как, например, ПЦР с обратной транскриптацией, ПЦР инвертированное, ПЦР асимметричное и так далее. Однако для практических, скажем так, знаний обычному человеку на сегодня они не нужны. Почему? Мои, в общем-то, коллеги, многие достаточно, занимаются тем, что распространяют в том числе разные реактивы для лабораторий. И на сегодняшний день, к сожалению, самый главный вопрос у лабораторий любых, по крайней мере тех, кто оказывает услуги для населения, для каких-то высших эшелонов власти, какой реактив самый дешевый? К сожалению, сейчас это так практически везде. Исключений лично я не знаю. И лабораторий, по крайней мере те, которые хоть государственные, хоть коммерческие, заботятся только об экономии в цене. Поэтому сейчас неважно, так сказать, что пишут на непосредственно самих исследованиях. Знайте, что эти реактивы самые дешевые и, в общем-то, на этих анализах пытаются максимально сэкономить. Поэтому мы сознательно, вот в нашем центре, например, отказались от исследований в самых известных лабораториях, хотя, можно так сказать, также заключительный контракт, потому что, к сожалению, очень часто они экономят, но совсем уж отвратительно. И представляют либо ложноположительные анализы, либо ложноотрицательные, судя по той клинической картине, которую я вижу. Поэтому в практическом отношении, первое, не нужно искать самых дешевых анализов, в общем, шпицер анализов, потому что это, к сожалению, влечет за собой самые дешевые реактивы и неправильный результат. И второе, наконец, соответственно, нужно, чтобы забирал нормальный специалист. Если это, например, не кровь, а мазок, то его нужно забрать оттуда, откуда нужно. Возможно, нужна не мазок, а сперма, секрет простаты и так далее, если нужно, чтобы человек разбирался, который забирал это второе. Ну и третье, наиболее важные типы ПЦР для практики, это такие. Это обычный ПЦР, анализ, который ставят либо обнаружено, либо не обнаружено. Наиболее часто именно я его использую в практике, потому что, например, для половых инфекций важно либо она есть, либо ее нет. И второй тип ПЦР – это непосредственно количественное ПЦР. Иногда ее называют ПЦР в реальном времени. Чаще всего она нужна, например, для крови, определения концентрации того же самого вируса, вирусного гепатита В, ВИЧ-инфекции, для того, чтобы определить эффективность лечения. Многие делают также количественные ПЦР анализ из мазка или семенной жидкости, например, для определения количества той же самой реаклазмы. Я таким не занимаюсь, как правило, если пациент специально не просит, потому что данная величина не является постоянной в организме. Она постоянно изменяется под воздействием употребления спиртных напитков, интимной жизни, переохлаждения и даже питания. А поэтому буквально через несколько дней у вас может быть совершенно другой концентрационный анализ уреоплазмы. Поэтому ясно на позиции, что если обнаружили уреоплазму и если особенно выполняете беременность или есть воспалительная реакция в виде лейкоцитов, лечить обязательно. Поэтому вот есть два основных направления ПЦР анализа. Это наиболее часто используемый обычный ПЦР и концентрационный анализ. Да, есть интересные разработки о том, что сейчас ПЦР используется непосредственно и для даже определения чувствительности к лекарственным препаратам и будет быстрым заменой посеву, однако это не для нашей страны. Учитывая, что сейчас все экономят, ищут самые дешевые анализы, а эти анализы явно не самые дешевые, а скорее одни из самых дорогих, искать их не будут и, соответственно, пока спросом они на нашем рынке не пользуются. Поэтому это мы, в принципе, обсуждать и не будем с вами. Если вы хотите сдать любой ПЦР анализ из любых жидкостей организма, мазки, кровь, ротовая полость и так далее, вы можете обратиться в наш медицинский центр Платный КВД в Москве. Мы сотрудничаем с несколькими ведущими лабораториями Москвы и принимаем любые ПЦР анализы. Ну и, естественно, правильно осуществляем забор данных анализов. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.